Всем добрый день! С вами Михаил Тамойкин. Но вначале мы выпьем за ваше здоровье. Я вот думаю, кому свернуть голову? Лыжнику или петуху? Давайте свернем, наверное, петуху голову. Это 30-е годы, шнапс германский. Вот так вот мы немножечко его нальем, так как обычно. Не будем нарушать традицию. Итак, ваше здоровье за вашу уверенность в жизни, преодоление всех препятствий. Итак, мы продолжаем наш цикл. Конкретно касается раскрытия сути системы фантастика. Это быть здоровым в отношении людей, которым много старше 40. Я продолжу раскрывать вам суть этой системы. Конечно, это для тех, кому это интересно. Кому не интересно, выключите и забудьте. Добавлю небольшую ремарку. Очень много каналов, которые на сегодняшний день раскрывают также примерно что-то, что касается здоровья для людей среднего и старшего пожилого возраста. Ну, например, канал доктора Ида Кименко. Уважаемого мной человека. Называется он Здоровая медицина. И, в принципе, все, что он говорит, наверное, это очень правильно, очень хорошо. Но для среднестатистического человека. Со всеми болячками, со всеми его проблемами. И, соответствующим образом, доктор Ида Кименко рекомендует, как заниматься физкультурой, каким образом не схватить радикулит, если вы там что-то перенапряглись. И упаси вас Господь, перенапрячься. Или так, чтобы у вас сердечко чуть посильнее билось. Моя система все наоборот. Об этом я сейчас дальше расскажу. Но я не случайно поставил песню «Осень» Шевчука. Потому что вот этого периода, осень жизни, его боятся очень многие. И все вот в среднем возрасте, особенно, начиная с 35, начинают думать о каких-то своих компаниях уже. О, нам уже 35, ускором 40, 40, ускором 50. А 50 это уже вообще все. Так вот, у меня все наоборот. Осень жизни – это прекрасный, очень сильный, интересный период, когда человек созрел полностью, стал личностью. Когда человек начинает уже вдумчиво, очень мощно идти по жизни, решать поставленные в том числе и в юности задачи. И я хочу сказать это примерно так, аллегорически, если сказать, что это когда человек там кушает весной, в молодости, незрелый, зеленый. Но его хочется, потому что это только первый свежий весной, вот такой вот первый какой-то вкус какого-то недозрелого. А осенью – это прекрасные дары, это наслаждение, это умение все делать очень размеренно, вдумчиво, с максимальной эффективностью, я имею в виду, кайфом. Вот что такое, на мой взгляд, осень. Итак, перейду дальше. Еще хочу добавить к сказанному, что очень важная ремарка. Кому неинтересно, кто считает, что я говорю ерунду, воду лью, ну не смотрите. Но для людей думающих я хочу в голову вложить следующую мысль. Вот что такое моя система с точки зрения жизни? Это так, философски немножко. Дело в том, что у каждого из нас случаются препятствия, невзгоды, беды, трагедии, драмы, какие-то стихийные бедствия, внезапные какие-то несчастные случаи и так далее. И вот человек, который неподготовленный, человек, который, называется, живет сиюминутным, или особенно там на наркотиках каких-то, не знаю, там он сразу нервничает, для него любое препятствие может иметь очень плачевные последствия. Как правило, для 99% так оно и есть. У меня в жизни тоже немало сложностей, немало неприятных вещей, немало препятствий, будем так говорить. Так вот, моя система позволила мне эти все препятствия воспринимать как вызов, как стимул еще более сильнее, мощнее сопротивляться и идти дальше. И вот мне скоро 60, а я еще жить не начинал. Вот не начинал жить так, как я этого хочу. Поэтому все, что я могу сказать, что для меня решение сложной задачи, которая поставила жизнь, дает очень вкусный, сладостный, так сказать, ну не вкус, а ощущение победы, когда вы решили, преодолели и дальше начинаете двигаться. Вот это смысл. А для среднестатистического человека это стресс, это болезни, это плохое настроение, это, ну как бы, все, руки опускаются и так далее. Поэтому, кто хочет, двигайтесь дальше со мной, встаньте лучше меня. А я сейчас продолжу. Начну с того, что я еще раз хочу вернуться к тому самому важному, потому что меня слушают очень многие, слушают и бодибилдеры, наверное, и качки, и больные люди, и пожилые, и молодежь, и еще кто-то, ну, наверное, по крайней мере. Я не обольщаюсь, но кому нужно, только будет слушать, кому не нужно, пускай не слушает. Так вот, очень важен вход в систему, самое начало, вот с чего начинать и как начинать. Я еще раз подчеркну, что в моей системе она движется и основывается только на индивидуальном подходе. И вот вход этот должен быть очень мягкий. Ну, если сказать вообще обобщенно, потому что это уже дальше я буду раскрывать детали с тем, кто уже пойдет в наш клуб. Я хочу сказать, что это по минимуму, по минимуму ежедневные занятия. Ну, хотя начинающий, особенно человек, который имеет какие-то болячки, он может себе сделать два дня выходных в неделю. Вот. А так, это ежедневные занятия. Для мягкого входа людей, абсолютно неподготовленных, имеющих какие-то проблемы, я скажу так, это я рассказываю минимум, это 15 минут в день, при этом 5 минут минимум. Это с потовыделением. Это нагрузка, кардионагрузка, или там фитнес-кросс, или кросс-фитнес, как его там называют, или это интенсивная тренировка, или это... Но у вас должны из этих 15 минут 5 минут лить пот. У меня немножко по-другому. Это я уже говорил, свой уровень. Мне кажется, что он достаточно высокий с точки зрения того ритма, который я выбрал. У меня это час тренировки, из которых практически 50 минут меня льет пот. Даже если это минусовая температура. Я потею, а я занимаюсь абсолютно голой. Подчеркиваю. Ну, я имею в виду, в трусах, конечно. Так вот, давайте я расскажу еще один момент. Это, конечно же, моя система в первую очередь, конечно, для мужчин. Для женщин я могу пока только экспериментировать. У меня нет опыта работы с женским коллективом. Я могу только рекомендовать и смотреть, анализировать со стороны. Но для мужчин я хочу сказать, что для тех, кто уже вышел на стандартный и более высокий уровень, это включение элементов единоборств и йоги. То есть, это обязательная тренировка, которая крутится вокруг упражнений. А они все, я дальше расскажу принципы, расскажу, на чем она зиждется, они имеют стержень, в том числе, противостояния, моментальная нейтрализация агрессора. И те, кто уже выйдет на более высокий уровень, против нескольких, в том числе, вооруженных холодным оружием. Вот это, как бы я рассказываю для тех, кому это интересно с точки зрения уже вот минимума. Да, это 15 минут в день, в основном это дыхательные упражнения, которые... Вход мягкий-мягкий, плавный-плавный, он длится долго-долго относительно. Вот, до тех пор, пока у вас не нормализуется пульс, пока у вас не нормализуется давление, пока вы не будете более-менее регулировать свое питание. Естественно, никаких вредных привычек вы от них должны избавляться. С самого начала сказать все жестко нет и дальше. Почему я так еще говорю? Потому что, ну, возьмем вот многих чемпионов мира. Они, даже многие из них там до 45-50 лет не дожили. Дальше после этого они живут уже как овощи. Ну, ради чего люди жили? Да, конечно, медали хорошо, кубки хорошо, слава хорошо, но человек, когда достигает всего, он начинает пожинать плоды, а вот тут дальше он идет на убыль. Но я об этом вернусь. Давайте я расскажу вам, на что направлено сейчас, опять же. Я буду отрывками какими-то говорить, потому что я все вам не расскажу, а основные моменты для тех, кто интересуется и кто решил уже для себя, что ему интересно и он хочет быть членом клуба. Давайте дальше. Итак, моя система направлена на что? В отличие от всех абсолютно систем спортивных, это спортивные любые виды спорта и любые даже оздоровления. Вот йогу и спорт я немножко разделяю, потому что у спорта это главный чемпион, медаль, мастер спорта, все выше-выше рубеж, не важно какой ценой. В йоге там все-таки на здоровье направлено, но йога имеет свои отклонения. Я об этом скажу, я занимался сам 13 лет йогой, очень серьезно, у меня очень серьезный был учитель, я о нем уже говорил. Сейчас я хочу сказать, чем отличается моя система. Итак, первое, что мы тренируем? Это вот всю тренировку идет незыблемое сохранение этих принципов. Первое, это сердечная мышца. Мое убеждение, что к 50 годам, запомните это, вот все качки, все любители стероидов, протеина, все любители даже хорошо покушать, плотно. Так вот, сердце должно быть маленьким и мускулистым. Оно работает и днем, и ночью. Поймите, как только вы употребили протеин, это значит, что все клетки, в том числе и сердце, сердечное, ух, надулись. Мышечная сумка, которая тоже работает, ух, и надулась. И у вас сердце начинает колотиться вот в таком пространстве. Мой принцип, это когда сердце маленькое, оно колотится в большом пространстве, у него свобода. Поэтому запомните, мой принцип первый, это тренировка сердечной мышцы. Потому что сердечные мышцы от любого питания в первую очередь получают питательные вещества. И в отличие от бицепсов или чего-то еще, там мускул жевательных, потому что вы все время что-то жуете, да, часто, вот эти мускулы сердца увеличиваются в первую очередь. Это не я говорю, это говорят кардиологи. Послушайте их. Поэтому моя система направлена на тренировку сердечной мышцы. Второе, что это моя система направлена на эластичность и на проходимость, на большую работоспособность капилляров. Вот у нас капиллярные сетки, это есть то, не основные кровеносные сосуды, вот не основные, они и так большие. Хотя у большинства людей они забиваются, и показатели тому венозное расширение вен, там, тромбы всякие и так далее. А я могу показать свои ноги, не знаю, вы там видели их, наверное, у меня нет никаких этих самых бляшек, никаких вздутий и так далее. У меня их никогда, собственно говоря, и не было, и быть не могло. Особенно сейчас. Так вот, моя система тренирует капиллярные сети. Вот капилляры, их высокая проходимость, эластичность для меня, для моей системы это главное. Третье, это синхронизация или согласованность тренировки всех мышц под конкретную цель. Я немножко раньше в других видео я об этом говорил. Что это такое? Это когда ваши мышцы, например, ну вы являетесь лыжником, да, вот у вас все мышцы должны идти для того, чтобы максимально увеличить там свой ход. И вот мышца там задняя, она работает именно на эту цель. Если вы являетесь там, я не знаю, там кем, акробатом, вот вам важно, чтобы вы там прыжки какие-то, кульбиты делали, вот у вас все мышцы согласованы на это. Если вы являетесь штангистом, значит у вас все мышцы работают на штангу. Так вот, для меня важно о том, какие упражнения делаю я об этом скажу, синхронизация работы максимального количества мышц. И в конечных стадиях они уже заточены под определенную систему, связанную с единоборствами. Вот это моя система, ну чья-то может быть другая. Вот. И четвертый принцип, это, вот послушайте внимательно, это развитие, ну что называется, феноменальной силы и выносливости при ограниченном питании. То есть, моя система подразумевает увеличение нагрузки, подчеркиваю, при снижении потребляемого объема пищи. То есть, вы с развитием постепенно, постепенно увеличиваете нагрузку. При этом, конечно, все вот эти принципы, это сердечная мышца, капилляры, синхронизованность или комплексность развития всех мышц, вы снижаете потребление пищи. Нагрузка увеличивается, пища уменьшается. Почему? Я об этом скажу. Моя система, вот если вы так послушали, особенно те, кто занимается йогой, очень сходно с ней по, ну я бы сказал так, 90%, потому что мы этим самым достигаем здоровья. Йога направлена на то, чтобы человеку дать максимальное здоровье, за исключением ряда ограничений. Ну, возьмите любого йога. Я сам был, собственно говоря, йогом. Вот, занимался очень серьезно хатха-йогой. Но йог, который вот 90%, да какой 90%, 99,9%, 0,01% йогов действительно обладает какими-то возможностями, которые связаны с регуляцией психики вашего оппонента. Я говорю сейчас про это. Но для мужчины очень важно уметь противостоять агрессору. Идете ли вы там по улице с девушкой, или вы попали в стрессовую ситуацию, где один или два или три человека, ну что сделает йог, который не достиг там, ну не знаю, как-то говорю, который достиг просветления, он уже не живет в обществе. Так вот, я живу в обществе. И я хочу того, чтобы на меня общество влияло с ее негативной частью как можно меньше. Йогу это не подвластно. Я знал очень много и знаю сейчас, знаю очень много мужчин, которые достигают очень безделеколепных показателей в йоге, но они пасуют перед любым там хулиганом, любым каком-то малолеткой, который вытащил выкидуху, выкинул там какое-то перо, или начинает агрессивно себя вести, йог сразу опускает в глаза, и несмотря на свой там размер, возраст и так далее, он ретируется, не говоря уже про то, что он не сможет в экстремальных ситуациях защитить кого-то. Поэтому моя система направлена на то, что человек должен себя чувствовать уверенно, спокойно, во всех обстоятельствах. И при этом иметь максимальное здоровье. Итак, теперь я подошел к принципам, которые, я бы сказал так, важны для мужчин. Вот я перечислил те, я буду дальше следующим. Первый принцип, который дает моя система, это умение защитить себя и окружающих против нескольких агрессоров, в том числе и вооруженных холодным оружием, через практику единоборств. Но это уже потом, это вот не на первых порах. Я подчеркиваю, не сразу, потому что человек скажет, вот я пришел в клуб, я все, я сразу хочу. Нет, уважаемого старого, сначала вам нужно достичь хотя бы правильного функционирования вашей физиологии. Потом мы перейдем, это не секция каратэ, не секция бокса, не секция джиу-джинсу. Это система, которая направлена на ваше здоровье. И дальше уже вот единоборство, там защита, это все дополнение. Это важное дополнение, очень важное, но не дополнение. Второе, что для мужчины важно, это возможности в подъеме тяжести, ну, например, ношение 30-килограммового и более рюкзака в каких-то походах. Это, ну, собственно говоря, комфорт себя чувствовать, как мужчина в молодости. Вот вы там ходите куда-то, что-то вам нужно поднять, там стол, шкаф передвинуть. Вот все мужчины после 40, после 60, они уже все, они уже ретируются, когда нужно там все, ой, у меня спина, ой, у меня нога, ой, у меня артроз, ой, у меня там печень не в порядке, я на лекарствах сижу. Вот для меня это неприемлемо. Дальше что? Третье, вот послушайте, это готовность практически всегда организма выполнить большую нагрузку, при этом не имея, что называется, поддерживающей тренировки. Посмотрите мое видео, где я бежал марафон. То есть я хочу этим сказать, что я побежал марафон, в том числе или эксперимента, как работает моя система. Я не бегал вообще последние полгода. Клянусь, говорю вам правду, я занимался по своей системе всего на площади 2 на 2 квадратных метра. И я продолжаю также заниматься, это, кстати, отдельный разговор. То есть тренировка по моей системе, это ежедневное занятие по минимуму 2 на 2 квадратных метра и свежий воздух. Все, больше вам ничего не нужно. Спорт-зал, это дополнение. Там какие-то специальные, там, не знаю, упражнения, тренажеры, это дополнение. Все, что вам нужно, это 2 на 2 квадратных метра, раз, два в день, от 15 минут до часа. Ну, это я говорю уже, 40 минут, это вряд ли каждый выдержит. Дальше что? Вот все там думают, вот там унижение потребления пищи, уже там объема и так далее. Так вот, для меня это отсутствие каких-либо ограничений в пище. Ну, вы видели, я только что сейчас за ваше здоровье выпил. Я употребляю алкоголь. Почему, сколько, как, я это расскажу отдельно. Ну, для меня это элемент лекарства и питания. Так вот, я не ограничен ни в какой пище. Вот ни в какой. И ваша пища, вот моя пища, например, это 2 раза в день, в строго определенные часы. Никаких абсолютно приемов пищи между ними. Ну, стакан воды там позволить. Любой сок, любой там кофе, там, так далее, там, говорю про пиво, ничего. Это дополнительный прием энергии. Я про питание сделаю отдельную серию, там, отдельный цикл, расскажу немножко. Так вот, отсутствие каких-либо ограничений, я ем все. И чем у вас, как бы, вот прием пищи калорийнее, и чем у вас множественнее, там, и углеводы, и жиры, и белки у вас должно присутствовать. И сладости, пожалуйста. То есть, потому что организм сам выберет все, что ему нужно. Но я ем все, буквально, в любых абсолютно, я имею в виду, там, кухнях, там, японской, китайской, азиатской, русской, китайской, там, короче, любой, там, латинской и так далее. Но в определенной строгой часы. И при этом двигаюсь постепенно. Еще раз говорю, моя система – это постепенность. Почему, я по-моему скажу. Вот. Это четвертый принцип. То есть, отсутствие каких-либо ограничений. Ну, пятый для мужчины – это очень важно. Значит, секс приветствуется, никак не лимитируется. То есть, я хочу сказать, что вот зрелый возраст, возраст зрелости у мужчины, или, говоря биологическим языком, это половозрелый. Потому что дальше вступает старость. Вот как только вы перестали у вас функционировать, это половая функция, все, вы вступили в элемент старости, говоря биологическим языком. Поэтому секс здоровый, приветствуется. Это есть очень мощный индикатор и показатель. Ну, вот сейчас я расскажу вам еще. Сейчас тут что мне нужно сказать. Ну, давайте так. Наверное, я сейчас эту серию закончу. Потому что я дальше перейду, нарисую схемку небольшую. И мы ее с вами немножко обсудим. Сейчас я еще хочу сделать важную ремарку для тех, кому это интересно, особенно для тех, кто хочет быть настоящим мужчиной, на мой взгляд. Потому что очень много там всяких тестов, там, не знаю, там, всяких блогеров, бодибилдеров, там, брин, там, сколько ты бринов там делаешь и так далее. Моя система кардинально отличается. И я хочу сказать, что я готов соревноваться с любым. Я никогда от никакого вызова не отказываюсь. Не многие там пишут, вот давай там посоревнуйся. С удовольствием. Соревнования только будут следующим. Одно упражнение. Человек, ну, мой, как бы соперник, предлагает, второе упражнение предлагает выполнить я. Вот я подчеркиваю, что я готов к этому, включая там поднятие тяжестей, вот, включая там бег, включая плавание, включая моржевание, плавание там среди льдов, вот, включая там стояние на руках и так далее. И при этом я бы хотел подчеркнуть, что параметры сердцебиения, параметры давления, параметры, которые связаны с восстановительной способностью. Человек там поднял вот качок какой-то там, или бодибил, вот я вижу, смотрю там, я там брин, я там хорошо поднимаю. Вот посмотрите, как у него бьется пульс. Вот у кого быстрее восстановится пульс до нормы. Вот это очень важный показатель после любого упражнения. И я готов к соревнованиям. Пожалуйста, приглашайте, вызывайте. Никогда не откажусь. Что бы я еще хотел добавить, особенно мужчины. Мне это очень обидно смотреть, что в Европе, что в России, что в Украине. Сейчас выходцы с Кавказа, хотя я с очень уважением отношусь к любому народу, вот, с Азии, с Африки заменяют популяцию мужчин. В Европе, в России, в Америке и так далее. Это приходит новая генерация, они еще, так сказать, ну, из своих, как бы там, стран приезжают. И женщины, соответственно, когда там мучкин и импотент, конечно, что ей делать, или там еще каким-то вопросом. Вот этот процесс очень массово виден уже везде. В Москве, в Питере, везде, везде, везде. Во многих странах. Но потом, конечно, уже рождаются дети. Они рождаются уже, у них эти, как эти, метисы, мулаты, там еще кто-то, не знаю. Короче, поместь уже получается. И они также, также живут по той же жизни. И, соответствующим образом, они уже, девушкам уже нужны, женщинам уже зрелым, нужно уже пришлое снова. Потому что, ну, извините, свои ровесники, свои мужчины не справляются с простой мужской обязанностью. Вот я хочу сказать, что моя система направлена на то, чтобы человек был настоящим мужчином. Это очень важный показатель среди соревнований. Вот кто там устраивает соревнования по подъему, там, тяжести? Извините, а как вот вы в постельке-то? Какие у вас там показатели? Ну, хорошо, это очень интимный вопрос, там. Но покажите уровень вашего тестостерона. Не тот, который вы долбанули, там, с каким-то этим таблеточкой или с чем-то еще, а ваш естественный. Так вот, у большинства, кто потребляет даже протеин, просто протеин, говорят, мы потребляем протеин. Мы не химики, да неправда это все. Вы хоть узнаете, как он воздействует на выработку конкретно тестостерона. Любой белок, который инородного происхождения, неестественного происхождения, который имеет химическую очистку или сделан вытяжкой и так далее, он влияет на всю гормональную систему, включая на выработку тестостерона. Это не я говорю. Это говорят конкретно специалисты. Посмотрите даже канал там Бадюка последний, вот его там видео с доктором, который там по эндокринной системе рассказывает мужчины. Вот я на этом сейчас эту серию закончу. А дальше мы с вами посмотрим следующую серию. Продолжение следует...